и почти не отличается от прошлогоднего флагмана Xperia Z3, да и по характеристикам более чем приличен. Sock Qualcomm Snapdragon 615 с 8-ядерным 64-битным процессором, 2 гбайт оперативной памяти, 13 мпикс-камера, защита от влаги и пыли. А цена его при этом существенно ниже, раза эдак в полтора. Я, конечно, сомневаюсь, что владельцы старых Z1 и Z2 массово решатся сэкономить и купить M4 Aqua, но все же возможность получить почти флагман, практически неотличимый от настоящего, да еще и со всеми приятными улучшениями, которыми славятся Sony, довольно привлекательно. Рисунок 15. На данных фото отличить Z3 от M4 Aqua можно разве что по характерному медному цвету, также на MWC можно было полюбоваться на новый планшет Xperia Tablet Z4 толщиной 6,1 мм, который как раз лишен компромиссов. У него 10-дюймовый экран с разрешением 2560, вопросительный знак 1600 точек и новейший Qualcomm Snapdragon 810. Он воспроизводит видео в течение 17 чей и обладает рядом технологий, улучшающих качество изображения и звука. Но, разумеется, ни о какой бюджетности речи не идет, стоит такой планшет будет около 50 тысяч рубль. А за 10-12 тысяч рубль к нему можно будет подключить внешнюю клавиатуру, превратив его в легкую и долгоиграющую печатную машинку. То, что за цену такого комплекта вполне можно приобрести ультрабук, уже не важно. Рисунок 17. Лично мне среди всех смартфонов выставки больше всего понравился новый Lenovo Vibe Shot. Это крайне добротно сделанный камерафон с достойным, но не самым быстрым и дорогим железом. Камера, правда, совсем не бюджетная. BSI. Матрица с разрешением 16 Mpix и 3 секционной вспышкой, да еще и с оптической системой стабилизации изображения. Qualcomm Snapdragon 615. Поддерживающий 64-битные инструкции, и оперативная память объемом 3-байт, как у флагманов верхнего эшелона. Отличный 5-дюймовый экран. Full HD. Ладный алюминиевый корпус. Поддерживаются флешки вместимостью до 128 мигбайт. Некоторое сходство с Sony Xperia Z не портит Vibe Shot, а придает ему обаяние. Да и цена аппарата находится в районе 350 дол. Я не могу избавиться от ощущения, что Lenovo, борясь за свою долю рынка, продает многие устройства если не в минус, то, по крайней мере, в ноль. Не знаю, каково это с точки зрения бизнеса, но мне, как потребителю, такие цены очень даже нравятся. Рисунок 19. Acer. Во времена Джан-Франка Линча, сейчас работающего в Lenovo, также пробовала выпускать смартфоны, конкурирующие с флагманами более именитых производителей. Получалось, надо сказать, неплохо, вот только продажи не слишком радовали. Поэтому сейчас Acer сосредоточилась на бюджетных аппаратах, которые расходятся более серьезными тиражами и приносят прибыль. Так, на MWC 2015 привезли Liquid M220, один из самых дешевых смартфонов на Windows Phone 8.1. Он стоит всего 80 евро, непременно обновится до Windows 10, и у него очень приятная на ощупь тыльная часть. Шершавая такая. Экран, конечно, слабенький, камера пригодна только для фотографирования плохих тёщ, но ведь дешево. И сам аппарат крепкий, прослужит больше полугода. И, кстати, в очередной раз повторю, что сама по себе платформа Windows Phone сейчас стала красивой и практичной, вот только разработчики ПО её основательно забросили. Хочется верить, что выход мобильной Windows 10 повернёт процесс забвения вспять. Рисунок 21. У смартфона M220 есть близнец Z220, отличающийся только тем, что операционная система, предустановленная там, более привычной. Android. Да, и ОЗУ у него увеличили до 1 кбайт вместо 512 кбайт, потому что детище. Google. Иначе было бы слишком неповоротливо. Также тюнингу подвергся лучшей в настоящее время смартфон-компании. Liquid Jade. Обновленная версия, получившая букву Z. В названии, отличается от предшественницы матовым корпусом. Глянец оказался совсем уж непрактичным. Сменилась и начинка. Теперь внутри аппарата находится 64-битная SOC MediaTek с поддержкой LTE. Даже после модернизации, JZ не удостоится эпитетов самый-самый. Разве что этот аппарат можно назвать одним из самых лёгких S. LTE. Модимом. Его масса всего 110 граммов. Но при том, что у него такая же цена, как у предшественника, около 10 тысяч рубль. Покупатели у JZ всегда найдутся. Ведь у него не только приятный экстерьер, но и вполне приличная 13-мпикс-камера. Рисунок 23. Рисунок 24. Вообще, производство только бюджетных аппаратов требует большой выдержки. Толпы страждущих не ломятся на стенд, никто не выкладывает в YouTube. Процесс вскрытия упаковки. Блогеры умильно не заглядывают в глаза пиарщику. Некоторые компании не выдерживают и выпускают ограниченным тиражом. Как бы флагман, который никогда не окупится. Но в компании. Acer. Все построены на рентабельности каждого действия. И она держится. Microsoft. Построила стенд там же, где всегда красовалась. Nokia. Новый флагман с предположительным названием. Lumia. 1030 не был явлен миру. Зато были показаны два недорогих аппарата. Lumia. 640 и 640 XL. Они различаются диагональю экрана. 5 и 5,7 дюйма соответственно. А также разрешением основных камер. 8 и 13 мпикс. У версии. Excel. Оптика брендирована. Carls Ace. Однако я не ждал бы чудес от телефона. Который в версии с поддержкой. LTE. Стоит 245 дол. А без таковой. 210 дол. 177 и 155 дол. Для. Lumia. 640 соответственно. Косвенно это признают и в. Microsoft. Не добавив на корпус кнопки спуска камеры. Характерной для камерофонов. Lumia. В общем, еще пара рабочих лошадок с доступной ценой. А время апгрейда флагманов еще не пришло. Рисунок 26. Кстати, остатки. Nokia. Тоже развернули на. MWC. Немаленький стенд. Компания теперь занимается операторскими решениями. И из потребительских продуктов показывала только. Android. Планшет. N1. Да и тот, по всем признакам, сделан для того, чтобы немного позлить. Microsoft. Вынуждено отказаться от использования бренда. Nokia. На смартфонах раньше срока, предусмотренного договором. Отработав, скажем так, обязательную программу, давайте займемся произвольной и пройдемся по стендам. Для меня потрясением стало посещение экспозиции. ZTE. Нет, модульного телефона специалисты из Поднебесной на сей раз не показали, но труб этой концепции в очередной раз откопала одна американская компания и гордо демонстрировала неподалеку. Зато сказали новое слово в классификации смартфонов. По мнению ZTE аппарат. С диагональю 5 дюймов теперь относятся к mini, а стандартная диагональ это 5,5 дюймов. Лично мне кажется, что и 5 дюймов многовато, благо можно прекрасно уложиться в 4,7-4,8 дюймов. Но у китайских мастеров собственный взгляд на вещи. На стенде TP-Link меня встретил чудо-раутер Touch F5. По характеристикам это вполне обычный топовый двухдиапазонный аппарат. До 600 V секунду в 2,4 ГГц диапазоне, до 1,3 V секунду в 5 ГГц. Но от собратьев он отличается огромным сенсорным экраном, с которого можно управлять всеми функциями роутера. Идея хорошая, но только в том случае. Если вы будете держать его на столе или повесите на стене в то место, куда легко дотянуться. Иначе экран будет лишь собирать пыль, а сложная текстура поверхности поможет сделать этот процесс вдвое более эффективным. О появлении данной модели в России и ее цене пока говорить рано. К сожалению, новинки TP-Link еще в 2014 году начали поступать к нам с большой задержкой. И только относительно недавно до нас добрался. Archer C7. Второго поколения, который в Европе продавался еще с весны прошлого года. Конечно, спрос на мощные роутеры в количественном выражении очень незначителен, а с учетом роста курса доллара может и еще сократиться. И все же хочется изучать самые функциональные модели. А коли жизнь заставит, будем ввозить их из-за границы контрабандой. Французская Archer's, как обычно, показала целую россыпь новых смартфонов, изготовленных с парижским шармом на китайских фабриках. Рассказывать о каждом из них не рискну, но один. Archer's. Открылась возможность выпускать бюджетные решения с возможностями флагмана в 2014 год у модели 50. Diamond. Хороший 5-дюймовый экран с разрешением. Full HD. Восьмиадерная 64-битная. Sock. Поддержка двух. SIM. Карт. NFC. Карт памяти. Я понимаю, что смартфонов с такими характеристиками на рынке пруд-пруди. Но этот получился какой-то особенно веселенький. Правда, чудо не произошло, и за приличную функциональность придется заплатить добрых 20 тысяч рубль. Впрочем, на фоне цены настоящих флагманов и эта сумма выглядит гуманно. Просто в 2015 году станет признаком хорошего то набрать кредит не только на покупку. iPhone. И. Galaxy. Но и на. Archers. S. Lenovo. На месте, где в прошлом году красовался дорогой стенд. Yota Devices. Показывали свой планшет парни из. Jolla. Эта компания создана сбежавшими из. Nokia. То еще. Nokia. Настоящий. Разработчиками операционной системы. Migo. Они продолжают свои разработки, и кое-у-кого последние даже вызывают интерес. Я попробовал разобраться с управлением планшетом, но оно оказалось довольно загадочным. Просто так, без помощи специально обученного сотрудника стенда, разобраться не удалось. У меня сложилось впечатление, что ставилась задача сделать не как в Android или iOS. Самобытность. Конечно, штука важная. Но если она превалирует над удобством и логикой. Сейчас есть немало инвесторов, желающих поддержать создание альтернативных операционных систем для мобильных устройств. Но, похоже, JOLA станет источником удовольствия и дохода для своих сотрудников, а в массы их детище вряд ли пойдет. Рисунок 31. Кстати, сама Yota Devices пряталась от посторонних глаз в маленькой коморке. И непосторонним глазам показывала Yota Phone 2 в белом корпусе. Хочется верить, что следующая разработка компании станет нечто посерьезнее, нежели золотая версия нынешней модели. Еще одни альтернативщики из Firefox построили довольно большой стенд, но людей туда тянуло в основном за бесплатным кофе. Сама мобильная операционная система, кажется, вообще за год не изменилась. На совсем простых аппаратах она тормозит хуже. А на более совершенное устройство ее никто не ставит, потому что получается дорого. И при выборе между Android и Firefox OS покупатель склоняется к привычной платформе. Поверьте, я обеими руками за альтернативу нынешним Грандам. Но модель тоже самая, только дешевле сейчас не работает, потому что производители аппаратов на Android уже исчерпали все возможные и невозможные резервы удешевления. Теперь можно склонить на свою сторону только новым и более приятным пользовательским опытом, а вот его-то во всех альтернативных решениях что-то не просматривается. Рисунок 33. Рисунок 34. Я дописываю этот текст, когда Mobile World Congress уже давно закончился, и часы Apple обсуждают больше, чем все барселонские новинки вместе взятые. Оглядываясь назад, пытаюсь вспомнить, а что из увиденного и потроганного очень хотелось бы примерить к собственной жизни. Наверное, интересно попробовать несколько моделей юмных часов, и я уже начал этим заниматься. Неплохо бы поносить в кармане упомянутые в репортаже смартфоны. И некоторые из них, пофотографировать. Но уже имеющаяся техника прошлого и даже позапрошлого года почему-то не кажется устаревшей. За исключением каких-то мелочей, она такая же, как новинки. Только, возможно, раньше некоторые вещи могли делать только гранды, а теперь подтянулись и китайские претенденты. С учетом всей этой валютной катавасии, подобный сухой осадок от выставки совсем неплох. И все же как-то непривычно возвращаться с главного мобильного мероприятия Земли с ощущением, что твой телефон то еще овогу. Как писал почти 50 лет назад Владимир Семенович Высоцкий, и, разумеется, совсем по другому поводу, красота, среди бегущих первых нет и отстающих. Бег на месте, общепримиряющий.